Арктические пустыни и еще тундра, тайга, леса и многое другое увидят ребята навсегда. Пара-пара-пам, много мы изучили уже, а теперь изучаем природные зоны России, и, 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 и природные зоны. Что ж, вот мы и в тундре. А вообще, что мы знаем о тундре? А мы знаем о тундре то, что это болотистая поверхность. И так вот, тундра это болотистая поверхность, покрытая многочисленными кочками. В ней обитают такие животные, как северный олень, песец, кулик, белая куропатка, белая сова, лемминги, лебедь, гуси и журавли. Из растений выделяется ягода морожка, карликовая береза и полярная ива. Эти растения очень маленькие, потому что так же, как и в зоне арктических пустынь, там очень холодно и ветра вверху больше, поэтому растения должны быть низкорослыми. Северные олени питаются ягелем. Его еще называют оленьемох. Кроме морожки, карликовой березы и полярной ивы, есть еще такие растения голубика и брусника. А теперь подробнее поговорим про северных оленей. Он прекрасно приспособлен к условиям севера. Густой мех защищает его от холода, а широкие раздвоенные копыта позволяют ходить по снегу, не проваливаясь. Северные олени стадами кочуют по тундре. За оленями следуют волки, которые охотятся на больных, отбившихся от стада животных. Основное занятие северных народов – оленеводство. Оленеводы разводят домашних северных оленей. А что, если пойти сейчас к местным жителям? Точно. Узнаем у них еще больше фактов о тундре. А может быть, даже придется чем-то помочь. Здравствуйте. Вы обитатель тундры? Вы здесь живете? Да, я здесь живу. А что, вы пришли мне помочь? Мы пришли узнать вас о жизни тундры. И, может быть, чем-то помочь, если, конечно, нужно. Да, нужно. Злой Дарт Вейдер украл у меня моих оленей и увез их дальше. Это дело для нас. Да. Что ж, фактивая дорожка прерывается. Придется использовать наши суперспособности. Суперспособности – это бесконечная ходьба. Я угадал? Угадал. Спасибо. Вы меня выручите, если найдете моих бедняк-северных оленей. Конечно, найдем. Конечно, найдем. Найдем. Не дрейф, Стелла. Да, действительно, меня зовут Стелла. А? Ты очень похожа на нашу Стеллу? Нет. Я сестра Стеллы из тундры. Меня зовут Стелла Тундра. Ага. Тогда понятно. Ну, пойдемте уже искать моих северных оленей. Хорошо. Дарт Вейдер! Ага! Вот ты попался похитить северных оленей. Берем его! Все равно вам ничего не скажу. Вам не видать ничего про северных оленей. А ну, иди сюда! Джеди Файф с вами? Да, я тут. А-а-а! А ну, за ним! Что это за кнопочка? Не знаю. Может, нажмем? Давайте. Эй, Джеди, ты куда делся? Хорошо, что ты ничего не пропустил. Мы думаем, нажать на эту кнопочку или нет. Нажимайте. Ну, попробуем. Фа! Отвяжись от меня! Зеленая штука! Похоже, наше ловушечко сработало. А-а-а! Я ничего не вижу! Спасите, помогите! Так вот, Стелла, мы же так у тебя и не спросили про условия в жизнях тундр. Это бы хорошо, но еще бы северных оленей вернуть. Точно. Мы олени! Вон они! Я так вас долго ждала! Так, они сами пошли. Что ж, могу и песенку с вами спеть. А про условия тундры? Да вы вроде бы и без меня. Все хорошо знаете об условиях жизни тундры. Действительно, мы же перечислили все-все условия. Угу, точно. Песенка. Побывали мы в тундре, заманили в ловушку хитрого злодея. Дарт Вейдера. Узнали о тундре. Много интересного! Стоп, а мы разве не пойдем в лесотундру? Конечно, пойдем. Когда будет зона лесов? Ой, кажется, наши собаки залаяли. Бегом за ними. Да. Что ж, ребята, увидимся в лесотундре и зоне лесов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!